Литургия для детей – относительно новый опыт для православной церкви. В Санкт-Петербургском храме Федоровской иконы Божьей Матери такие богослужения, ориентированные прежде всего на восприятие юных христиан, начали проводиться в прошлом году. Многие из этих девочек и мальчиков – настоящие прихожане Федоровского собора, которые каждую неделю вместе со своей семьей ходят на божественной литургии, посещают воскресную школу. Однако им не всегда просто бывает понять все, происходящее на службе. По этой причине раз в месяц на воскресной литургии дети подходят к амвону, и священник обращается к ним на их языке. Мы будем произносить молитву, которая произносится к Богу. Мы можем во время этой молитвы что-то попросить для себя, для своих близких, для своей семьи, для своих родных, что-то попросить, то, что нам необходимо. Я буду произносить эту молитву от имени всех, а вы можете своими словами что-то просить у Бога, что для вас важно и ценно. Вот так отец Кирилл после объяснения евангельского чтения предлагает детям молиться вместе. Сегодня читали притчо о блудном сыне, и батюшка говорил о любви к родителям, о том, как важно не утратить связь с отцом и матерью, как важно заботиться о них, как важно всем нам, детям Божьим, приходить в дом Отца своего Небесного. И дети внимательно слушали. Таким образом детей не просто там чем-то развлечь, чтобы они не мешали взрослым молиться на литургии, а чтобы им не было совсем тягостное пребывание на достаточно длинном богослужении. Вот для этого, я думаю, стоит задуматься над тем, как детей вовлечь в литургию более осмысленно, по мере их сил, конечно. И это главная причина, почему не только мы, но и знаю многие другие, озабочены проблемой детей на службе и в храме в целом. На детской литургии дети сами поют в хоре, следят за подсвечниками, выполняют другие несложные богослужебные обязанности. Через живое участие ребенка в богослужении происходит его воцерковление. Вот этот опыт, когда батюшка выходит и объясняет этапы литургии, когда он объясняет, что происходит, мне кажется, это очень важно, и дети действительно задают много вопросов после литургии, на которые мы обсуждаем, мне кажется, это очень полезно. Наши дети могли вполне участвовать в церковном богослужении, чтобы они могли не просто стоять и к иконам подходить, и свечки ставить, а могли, чтобы вполне могли слушать проповедь евангельскую на отрывок, могли участвовать в крестный ход, могли помогать в литургии и так далее. Все это вместе мы надеемся, что поможет нашим детям полноценного церковица и быть настойными христианами. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Небесное, сказано в Евангелии. Такие встречи ребенка с Богом помогают маленькому человеку лучше понять вечные истины.